Значит, есть возможность задать вопросы, адресуя тому или иному, вот, испытуемому на сцене, докладчику. Есть возможность выступить с реприками, завязав в какую-то определенную дискуссию. Пожалуйста, кто начнет? Пожалуйста, Валерий Иванович, представляй, только представляться и адресовать кому. Кунтус Валерий Иванович, вот адресую нашей гости, которая только что выступила по свежим снегам. Я, как понял, вы социолог. Вот как социолог, как вы можете вообще объяснить, почему, ну, может быть, по-детски звучит вопрос, почему люди воюют, потому что разные праведники, другие негодяи. Если это так, то почему негодяев поддерживает значительную часть общества? Вот именно с аналогической точки зрения, где вы видите причину вот этой вот неприятности войны вражды? Вопрос задан. Просьба, друзья, очень плотная и наполняет смыслами. Вопросы и ответы. Времени очень много. Во-первых, я хочу сказать о том, что риторика, в которой присутствует термин война, она не для всех категорий населения вообще присуща. И украинцы тоже очень по-разному оценивают случившееся и происходящее сейчас. Но как социолог я хочу сказать, что действительно сейчас настолько уже сформировалось мнение, что Россия, и именно Россия ведет эту войну, что среднестатистическому представителю общества очень трудно в этом разобраться. Сейчас настолько много других проблем, что это принято как априори. Очень много причин, я за три минуты этого не смогу объяснить. К этому готовили лет 10. И все эти года методично, очень последовательно формировались в те или иные зоны напряжения. Начиная с истории, начиная с каких-то событий, которые по-разному трактовались. И еще один момент очень значимый. Выросло целое поколение, не знающее общей истории. И третий момент, это то, что в момент кризисов, и в данном случае действительно это системный уже кризис, то есть объединение против общего врага позволяет выводить даже эту риторику на уровень пропагандиста. А в пропагандистском варианте, кто назван врагом, то он к врагам и есть. Поэтому нельзя однозначно сказать, есть умные люди, думающие. Они не называют это, допустим, агрессией России, но официальная позиция такая, что это именно так. Посмотрите, если есть желание, хотя бы просто УКРНЭТ. Там каждая статья начинается с того, с чего бы ни было. Это российские агрессоры, это Россия, путинские солдаты и так далее. Люди-то другого не могут. И закрыты российские сайты очень много. Интернер полностью закрыта телевидение. Спасибо. Просто нельзя брать. Друзья, только не надо забывать о теме конференции. Пожалуйста. Валерий Алексеевич, у меня вопрос к вам. Я сформулирую три вопроса. Очень коротко. Первый вопрос. Почему показатель успешности не связать с той целью, которая прописана в седьмой статье Конституции Российской Федерации? Целью, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь, и свободное развитие личности. Первый вопрос. Второй вопрос. Давайте я буду отвечать, а то не запомню. Вот той линейной сборке, которая в правой части уравняет для индекса успешности, достойная жизнь представлена и в материальном отношении, и в нематериальном отношении. Специальные показатели там тоже вводятся. Но их очень много. Всего там около 80, это по минимуму, а по максимуму тысячи. Поэтому эти обстоятельства там представлены. Второй вопрос. Если, ну вы математик, если рассматривать модель факторного анализа с точки зрения этого единого коэффициента, и лучший вариант, когда эти показатели будут независимы. Да, конечно. Вопрос в чем? Значит, из этой теории известно, что 80 показателей к одному показателю теоретически нельзя свести. Так вот, так сказать, теория, значит, был такой, ну я не буду. Значит, как вот вы рассматриваете, так сказать, погрешность сведения к одному показателю такого большого числа показателей? Хорошо. Значит, погрешность я показывал, когда показывал график скодимости от количества показателей. Это дело с методом Монте-Кабло. Из выборки там несколько сотен показателей развития. Но пока предварительно могу сказать, что это в районе, может быть, 5-7 процентов удастся получить. Второй момент. Факторный анализ мы опробировали. Получились 7 наиболее значимых, но, к сожалению, виртуальных параметров с разной значимостью. Два самых значимых и там остальные менее значимые. Но для нас вызов вот в том словечке, который я употребил. Во-первых, от соанализации я. Виртуальный, выявленный факторным анализом показатель, его нельзя в реальном государственном управлении найти, пощупать и отрегулировать. А нам нужны те, которые ставка рефинансирована и так далее, что в реальном управлении есть. Да, пожалуйста. Как использовать этот показатель успешности для контроля обещаний государственной власти? Достаточно просто, потому что в рамках этого самого показателя успешности, вот групповые пакеты, скажем, это здравоохранение, народоспережение и так далее. Ну, сразу хочу сказать коллеге своему, как бы добавить к его анализу в последнее выступление, что мы ввели такое понятие к центровитальности. Он-то интегрирует рождаемость, смертность, продолжительность жизни, еще плюс миграцию, позволяя выйти от издержек использования того иного. Дальше, здравоохранение, образование, там, квалификация, там, еще что-то. Вот под цели развития, они там все есть. Я думаю, что государственная власть должна принять обязательства. Ну, конечно. Да. Ну, значит, она может принять это обязательство, исходя из, так сказать, минимальных собственных затрат. Понимаете? То есть, и по показателю получится, что власть выполняет свои обещания, но фактически она... Конечно, вы правы. Но чего стоит такая власть, которая в своих обещаниях указывает только индекс инфляции? Поэтому за кулисами вот этой всей инструментальной проблематики проект новой Конституции России, с которой мы уже вышли. И там высшие ценности включают вовсе не одну инфляцию, а целый ряд позиций, которые обязательно должны быть в целеполагании, в послании президента парламенту, в определении стратегических и годовых среднесрочных целей. А цель должна выражаться проверяемыми, верифицируемыми количественными характеристиками, за которые конкретно должен будет отчитываться кто-то или иной верховодитель. Так, пожалуйста, ваш вопрос. Матиев Александр, Московское общество, если хотите, проводить. Кому? Бардан Иванович Путинсовет. Микрофон передайте, пожалуйста. Вы представили свою матрицу 100 параметров, по которым оцениваются качество управления, качество жизни. Угрозы гибели государства. А вы не могли их расположить галмологическими рядами, с тем, чтобы показывать их эволюционное взаимоотношение, с тем, что потом их можно расположить линейно и в шкале степени проявления и вот это? Я воспринимаю в большей степени как совет. Эта работа не завершена. Значит, понятно, что здесь рассматривались работы по радио следующему образом, такой, поистоя графический анализ. Когда по разным... Год гибнет государство. Значит, причина этой гибели. Это зафиксировано в различных позициях историков. Потом мы это аккумулировали. Понятно, что в разное время историческое возрастают различные причины. Различные факторы становятся более весомыми, менее весомыми. Понятно, что это вот ваши вопросы, это и как проекция на будущее, да, предполагаем, наверное, и посмотреть динамики. В данном выступлении это была постановка вопроса, как фиксация, вот смотрите, 100 параметров. Система национальной безопасности эти параметры не учитывает, на эти факторы не обращает внимания. Пока на этом было все. Но точно понятно, что в развитии это будет продолжено. Спасибо. Пожалуйста, к вашему вопросу. Живиевская Ирина Константиновна, у меня к вам вопрос по поводу угроз государства. Проблема заключается в том, что у вас не выявлены культурные факторы среди факторов угроз. Вот если вы пройдетесь, как я с этой точки зрения постаралась оценить эти 15, вот шкала этих 15 факторов, и 9 из них присутствуют в России, они имеют социокультурную природу. Более того, вы задали вопрос, почему распался Советский Союз как государство, при том, что экономика давала рост, военного превосходства не было у той стороны, и дальше вы ушли на сценарии. А на самом деле существуют такие исследования французских культурологов, которые говорят о том, что у нас была неадекватна культурная политика. И вообще для России культурный фактор имеет колоссальное значение. Мне кажется, что вообще оценивая вот наш дискурс, который тут возник, у нас была недооценка социокультурных факторов, потому что сейчас все деструкции в социальных процессах имеют культурную природу. Спасибо, я вас понял. Да, и сейчас, минуточку, я сразу... Это реплика еще. Да, реплика. Пожалуйста. Степан Степанович, вот при переходе к новому типу государства, нравственному, меняются ли параметры управления, идет ли перестройка, и возникают ли новые ценностные установки? Отвечу коротко. Давайте вначале я отвечу за вопрос, Степан Степанович. Но я немного удивлен, почему не было слышно о наличии культурного параметра. Значит, в этих стои достаточно много вопросов, связанных с культурой. В 15 наиболее важных, это же не субъективная была версия, это была, значит, что чаще всего проявляется. Я назову культурные параметры, которые проявлялись. В частности, значит, кризис идентичности, нравственный кризис гедонизм, инокультурная экспансия. Ну, есть еще тут культурный фактор, то есть культурный фактор действия, и действительно эрозия, связанная с, значит, вопросом с гибелью Советского Союза, когда я ставил вопрос, а я сошелся на нашу работу новой технологии борьбы с российской государственностью, и мы показываем это влияние не силовых факторов, не экономики, не военного, а каких-то иных на то, что было поражено, то, что не учитывалось в таком классическом раскладе, но это сыграло свою роль, поэтому, в общем, хочу заверить, что в этой матрице культура занимает важную роль. Вы их не обобщили, вы не обозначили, у вас есть политические и социальные, а нет социокультуры. Нет, еще раз, значит, обобщение в рамках социальные, политические, демографические, это я представлял индекс угроз распада, который используют американцы. Дальше, вот вопрос у коллеги о том, что надо ли дальше обобщать эти факторы, как-то интеллировать, рассматривать динамики, да, надо, я с этим согласен, предполагается, сделаю, спасибо. И был короткий вопрос, мой адрес, я представлял фрагмент цифровой, помните, напомнил, как бы претензию к нам, а где модель новой России, нового ее конструктива, облика на базовом, ценностном уровне, это проект новой конституции. А в инструментальном плане, когда мы перерассчитывали оптимальную структуру государственного бюджета, то статья расходы на культуру повышается, вот в нашей предлагаемой версии, в 11 раз. И этот коэффициент увеличения относительно сегодняшних расходов по всем статьям, самый большой среди всех остальных статей. Поэтому я поддерживаю вашу позицию, как и этот самый профессор из собачьего сердца. Вот в голове разруха начинается, и там же она начинает ликвидироваться. В голове, в сердце, в душе, в воспитанности, образованности, культурности, патриотичности, нравственности людей, где сфера культуры является основополагающей. Спасибо. Пожалуйста. Да, ваш вопрос. Представьтесь. Валерия Гармазовна, вопрос к имени Валерии. Вы очень хорошо подробно рассказали о рейтингах конкурентоспособности и вообще рейтинге у конец. Вопрос такой у вас был осуществлен о создании фонда рейтинга в агентство национального, в основном для стран БРИКС в 2013 году. Скажите, пожалуйста, созданный этот фонд, есть ли какие-то практические наработки по рейтингу именно для сестра? Из-за правильности, что ли? Никакой четкой информации на этот счет нет. Но вопрос очень интересный, потому что он требует объяснения. Судя по сентябрьской карте, октябрьская была статья Глазьева, нет, не создан еще реальный механизм, то есть это была в большей степени декларация. Но я думаю, что те события, которые происходят в глобальном плане, они вынуждают те государства, которые не хотят играть по чужим правилам, они рано или поздно вынудят создать нормальное, скажем так, агентство рейтинговое, назовем его так очень условно, которое бы, все-таки, я не хотела бы верить, отличалось бы от того, что существует сегодня, и что вот один заступающий вообще назвал бандитами. Дело даже не в том, что они бандиты, дело в том, что они ориентиры развития очень сильно смещают, искажают и вообще не дают людям сориентироваться в том, что же у нас развивается, что не развивается, что эффективно, что неэффективно. И в этом, конечно, их главная вредоносная роль. Но я надеюсь, что удастся все-таки это перебороть довольно здорово. Два слова по рейтингам. Вот нужно провести некую классификацию, потому что они очень разные и выполняют разную функцию. Вот рейтинги этот фич и два еще других. И два еще других. Это официально зарегистрированные рейтинги, признанные в мировом сообществе. И имеют очень большой авторитет. И очень по разным обстоятельствам очень разную силу и влияние. Очень серьезную. Их чем-то заменить, вы меня простите, сегодня, это фантазия. Брикс, тем более Брикс-то вроде там уже не Брикс у нас, я не знаю. Образовали Брикс-то по темпам роста, а там и у нас уже такого роста нет, как был, и у Южной Африки. Какой Брикс-то остался? Да я не знаю, там и России-то не осталось. И уже остался. Ну да. Но дело не в этом. Есть вторая группа рейтингов, которая дает либо Мировой банк, либо под эгидой ООН. Я, кстати, хочу сказать один очень такой операционный, есть хороший рейтинг, о нем упоминалось, по-моему, сегодня. Это индекс человеческого развития. Там три показателя, три критерия, несубъективных, по объективным данным по всем странам. Это средняя продолжительность предстоящей жизни, образование и ВВП на душу по ППС. По этому рейтингу вообще уровень развития стран на самом деле объективно можно нормально считать. И есть еще, я бы сказал, такие опытные рейтинги. Вот я сегодня приводил там из студ земли, есть такие же. Индекс счастья, индекс благостения, ничего только нет. Это уже такие, я бы сказал, исследовательские рейтинги. Они не очень постоянные. Они найдут какой-то ориентир для исследования, для восприятия и так далее. Вот поэтому к рейтингам и к этим конторам надо относиться по-разному. Но заменить вот эту тройку бандитов, не только мы хотим, французы, американцы, пока не получается. И вряд ли получится. Спасибо. Пожалуйста. У меня к вам вопрос только что ответил. Может быть, я мог быть не там, но... Да, должны были бы... Вопрос, скажите, если это индекс человеческого развития, вы депривации будете брать? Потому что, я не знаю, насколько это получилось у меня сегодня, но это, кажется, показало, что если мы корректируем на неравенство и отсутствие некоторых вещей простейших, как вот элементы, вот сейчас я не знаю, удобные говорить-то сейчас на свободу и так далее, то они действуют очень сильно. Вот индекс развивающихся стран, куда мы входим, он сразу вниз идет. То есть можно, конечно, понять, что это заговор против нас идет, но не уверен. Понимаете, у нас даже ведь Медведев говорил как-то, свобода все-таки лучше, чем не свобода. И пока не будет меня. И Путин говорит тоже насчет свободы. Знаете ли? А как? Ну что? Мы о разных вещах говорим, о разных индексах. О разных индексах. Как вас зовут? Владимир Петрович меня зовут. Владимир Васильев. Нет, очень приятно. Значит, кроме того вот индекса, который трехфакторный я назвал. Семенович, вы поняли вопрос? Конечно, понял. Так вы скорректируете это? Корректировать не надо. Есть разные индексы. Я назвал трехфакторный индекс, индекс человеческого развития. Есть еще индекс человеческого потенциала. Вот там, как отдельный параметр, входит бедность. Причем с прошлого года там считается трехмерная бедность. Это примерно то, о чем вы говорите. Насчет того, вот не надо искать там каких-то происков, где их нет. Вот в этих индексах, о которых я ищу, тантанные, объективные заложены. Из нашей статистики. И мы, кстати, между прочим, в этих индексах уже года два, мы перешли из рубрики развивающихся стран в рубрику развитых стран. Не высоко развитых, но из развивающихся мы уже ушли. Спасибо. Виталий Альбертович, я вас сюда приглашаю, но попрошу вместе со стулом. Стулья кончились. Вы времени же мало. Но еще есть 20 минут у нас. Так, пожалуйста, друзья. Так, Валерий Иванович, неужели... Я там у меня другой вопрос. Ну, извините. Понимаю, что другой. Пожалуйста. Моя тамилия Пудриватова, Ольга Альбертовича, Великотехнического института. Пожалуйста. У меня вопрос к вам. Ну, не вопрос, а репликать. Когда вы начинали говорить в начале своего доклада о мире и, соответственно, масштабах элементов, составляющих системы, то это, в первую очередь, с точки зрения математики, это геометрический факт. И это означает, что у системы есть некая структура. И эта структура может быть соразмерна, если она замкнута или замкнута, не важно. Но важно другое, что для любой системы мы говорим о геометрическом образе, это геометрической структуре той, чем у нас есть. И в этом смысле, я поразаю, что свойства симметрии этого механического образца, они определяют возможные движения и изменения при различных симметрических преобразованиях. Это реплика, реплика. Пожалуйста, пожалуйста. Поэтому я бы предложила, во-первых, изначально говорить о структурированных системах, они все структурированы, без этого невозможно. А во-вторых, соразмерность различных, по масштабу даже, по смыслу, по содержанию, но устанавливает как раз вот некие свойства симметрии, в частности, правильные тела. И поэтому мы можем действительно установить количественные характеристики для гуманитарных понятий. Не индексы, не рам, или так далее, которые как бы руками вводятся в эти системы, а конкретно, за счет механических свойств, получить точную, соизмеримую... Спасибо большое. Я не думаю, что всем понятно и интересно, вообще, о чем идет разговор, но мера, о которой я упоминал, она не только в таком пространственном смысле, здесь применяется в геометрическом обошлении транскрипции, но и в сколярном тоже, во-первых. Во-вторых, неформализуемые или слабоформализуемые параметры социального развития – это большущая проблема. Мы учились и, мне кажется, нашли способы их измерения. Для этого мы применяем такой сетевой экспертный институт, или краудсорсинг сейчас, значит, модно стало его называть. Он достаточно надежно дает верифицируемые результаты, и наряду со статистическими показателями, иногда очень полезен. Но ваше соображение о том, что, даже в корреспонденции с моей мыслью о том, что есть физический реальный объект мироздания, социальная система, и там должны быть общие законы, такие как волновое развитие, законы симметрии, оно очень, мне кажется, плодотворное. На дальнейшее спасибо за эту мысль, постараемся ее как-то пооперировать. – У меня был банк, который антифон был. – Да. – На конференции была организованная безопасность. – Да, да, да. – Спасибо, что напомнили. – Так, Малкин, пожалуйста. – А можно микрофон? – Можно. Господа, я из такого поколения, умирающего инженера, а тут никого тоже, по-моему, нет, ученые. А инженеры такой народ, они всегда в очень простоте стремятся. А очень много индексов тут, очень много-много. А на раз решаться надо быстро и решать правильно. Это не только, это вообще во всех. Поэтому я предлагаю в качестве реплики очень простой критерий. Понять успешность. Что такое? На социальном уровне скажу. Когда ты делаешь пустое, а получаешь все равно маршрут. Не надо тут искать ничего другого. У нас почти всегда успешен тот, кто объекорит, объедет любого. Таков у нас людей успешный сорт. Вот я, социология профессор, как я могу, скажите, реверс дать? Я же не калешский, скажем так, асессор. И что же вы с меня хотите взять? Теперь у нас не царская Россия, а демократия. А это значит то, как правильно сказала дочь Мария, должна квартира быть с коттеджем и авто. И если это у вас, простите, если это у вас, простите, нету, то, извините, будьте так добры, скажу я образно, вы социальный укрепт, услуг казенных. Жуйте. Последнее. Успешность – это неизбежность. И тот всегда успешен индивид, кто демонстрирует лояльность и приспешность. И с теми постоянно, кто ловит. Поэтому скажу я в завершение, нам всем теперь от правды не уйти. С тех успешных социальных назначений плодить, кто под себя умеет все грехи. Спасибо. Замечательная иллюстрация к таким вызовам, как проблема толерантности, демократичности и тому подобное. Напоминаю тему все-таки на научной конференции. Так, пожалуйста. Дама, 4-й. Реплика на вот то стихотворение, достаточно длинное, мальчика, которому 15 лет. И его родители, госслужащие, он написал о проблеме коррупции. Как этих блок изгнать из шубы. Как съесть грильяш, оставив зубы. Ответ простой, как бабки шар. Разрушить эту вертикаль. И способ застолбить иной для управления страной горизонтально сетевой. Это как бы вот вам. А вопрос у меня вообще такой другой. Это 15-летний мальчик написал. Пожалуйста. У меня вопрос, по сути, к Владимиру Петровичу. Вот знаете, касается чего? Вот этого так называемого индекса человеческого развития. Вот насколько я помню, там еще есть такой показатель, как, допустим, степень посещаемости детьми школы средней. Нет, нет, там другое. Там индекс грамотности. А, или индекс грамотности. Вот дело в том, что это как раз выходит на ту проблему, которая у нас сейчас в стране весьма актуальна. Степень грамотности, так скажем, в широком смысле, эмоциональной грамотности и вообще степень образованности наших выпускников средних школ. Это один вопрос. Как вы видите решение этой проблемы? А второй вопрос связан с этим показателем МВП на душу населения. По ППС. Что? По ППС. По паритету мы бываем из базовости. По паритету мы бываем из базовости. Ну вот дело в том, что это очень напоминает старое сравнение, что это похоже на среднюю температуру по больнице. Нет, да. Дело в том, что у нас мультимиллионер, миллиардер, точнее он сейчас в Галичке, и какая-нибудь моя родственница, которая получает 6 тысяч пенсий, ну и средняя получается вполне прилично. Можно я отвечу на два вопроса, которые я увидел. Первое. Вот в этом индексе, там измерение очень простое. Сколько на тысячу человек грамотных детей, сколько безграмотных. Поэтому там вариаций особых нет. Это первое. Валовый внутренний продукт, который, во-первых, соизмеряется не по текущему курсу, а по паритету. Вот в этом году, это тоже, кстати говоря, не происки, а ООНовская комиссия делает, 3 года расчета ведут. В этом году опубликован последний трехлетний раунд по России, цифра 17.35. Покупательная способность за 1 доллар 17.35 рубля. И делится на все население. И ничего здесь страшного нет. Вот эта средняя температура, это как-то на маленьком диапазоне. Вот когда три больных, а один так, то это вот так. А этот на большом диапазоне. Но второй вопрос, вернее, под вопрос и некоторые уточнения. Вы правы совершенно в том, что вот разного рода, особенно вещи, связанные с доходами, надо смотреть не по средним, а по более глубоким данным. И если говорить о средней зарплате, о средних доходах, более точную информацию дают показатели медианы и моды. Пример. По доходам, последнее обследование по России, средние доходы на человека в России примерно 25-26 тысяч доход. Медианный доход, а медианно это половина населения. Вот у первой половины населения доход уже 18 тысяч. А вот, внимание, мода. То есть понимать вообще, в какой стране мы живем. А мода, то есть наиболее часто встречающаяся цифра 10 тысяч. Вот Россия и ее социальный статус и положение. Спасибо. Спасибо. Так, пожалуйста, у вас. У меня вопрос к профессору Шумову. Вы рассматривали, значит, сохранение с одной стороны, а с другой стороны развитие. А есть ли у вас гармоничная модель развития, чтобы сохраняющаяся развивалась, а развивающаяся сохранялась? Гармоничная в смысле волновойки? Я не знаю, как... Или в смысле гармоничности? Гармоничная. Развивающаяся... Хорошо, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Речь, скорее всего, видимо идет о динамичной модели. Да. Где там надо учитывать изменения темпов рождательности и других факторов. Но это как бы следующий шаг. То есть сначала мы получаем базовую модель, а дальше ее можно делать различные расширения. Это включая там модели геополитической версии, трансмены геополитических лидеров, модель прогнозная, как будет меняться безопасность во времени. Да, естественно, это как бы... Ну, это как бы расширение моделей. Ну, фактически, как новое должно быть. Мне кажется, тут коллега копнул такую философскую базу, потому что развитие, в принципе, оно невозможно без... Постоянной базы, от которой идет развитие. И вот когда мы изобретали новый облик России и новую структуру государственного управления, то высшим органом, субординированным к остальным ведомственным, было, внимание, Министерство безопасности и развития. Неразрываемые вещи. Безопасность — это сохранение имеющегося, а развитие — это возможность не только приращивать, но и сохранять имеющийся в будущем. Поэтому этот тезис, который коллега Шумов вынес, он абсолютно философски как бы обоснован, но разговор-то не о динамике и не о гармоничном развитии, а вот об этой философской базе развития как такового. Если можно, я хотел бы рассказать то, что узнал, услышал на заседании российского экономического общества имени Шарапова 3 октября. Там было два доклада, которые были посвящены творчеству Леонида Константиновича Леонтьева, который жил в XIX веке. И там в конце второго доклада известный писатель, я сейчас фамилию не могу назвать, он показал на основе своих выводов, он сделал вывод о том, какая главная ошибка была у Константина Леонтьева, которая и отчасти привела его к, ну, может быть, к не очень долгой жизни. Значит, он, значит, Леонтьев, как было показано, пришел к выводу о том, что каждая сложная система должна иметь фазу смерти. И этот вывод он перенес на русское государство, которому во многом посвятил свою жизнь. И, значит, автор доклада показал, что государство русское не обязано умирать, и вообще любая система, если она не теряет духовную составляющую. Ну, тут имеются в виду понятия Бога и божественного промысла. Я здесь не для того, чтобы проповедовать, каждый по-своему это понимает. Но это же, значит, оно соотносится с понятиями нравственности, морали. Да. И вот... Спасибо. Ну, это близко к тому сектору культуры, о котором говорилось. Нематериальных мотиваций к Нем-Леонтьеву, пожалуйста, Вашу. Ну, Мянцева Нем-Леонтьеву, многооценка Нем-Леонтьеву, член МАИ. Ну, у меня сначала только одно положение, которое я утверждаю. Русская культура, которую, крушение, которое мы сейчас видим, и проблемы, ну, и здесь, и я вижу, здесь видят тоже, которые начинаются вот из этой точки, так русская культура складывалась, ну, столетиями и даже тысячелетиями с ее ценностью. Вопрос такой, вопрос такой, нет, я уже кончаю. Вы полагаете, Степан Степанович, что вот Вы в своем проекте или там в своем видении будущего увеличиваете финансирование культуры в 10 раз. Вопрос такой, как финансировалась культура в эти тысячелетия, и как Вы считаете, разве в этом дело, что будет больше финансироваться та сфера культуры, которая, ну, там, искусство, может быть, литература, которая называется, которая подведомственна Министерству культуры, и которая этим заведует. Такой вопрос. Ну, вопрос, собственно говоря, нет, потому что если вырывать из контекста вот эту статью, о которой я говорил, то контекст гораздо более широк. Там есть вопросы и затрат на образование, и на здравоохранение, и на информационные мероприятия, пропагандистские, если хотите, в стране, и так далее. Совершенно комплексная, конечно, многопараметрическая такая преобразовательная идея, как страну нужно превратить в другой облик, нежели на сегодня. Друзья, осталось две минуты, последний вопрос, Илья Рикликан. Пожалуйста. Жураклев, Сергей Рикликан, Сергей Рикликан. С вас, пожалуйста. У меня такой вопрос. Вот все-таки вот в этом математическом моделировании трубных социальных процессов, нет ли здесь все-таки некоторого, ну, скажем так, слишком радикального позитивизма? Потому что все-таки можно, ну, смоделировать какой-то относительно небольшой объект, да? Можно провести моделирование, составить, то есть такой модель, которая адекватна реальному объекту, да? по какому-то ограниченному числу параметров. Но когда мы рассматриваем сложный социальный процесс, сложные социальные объекты, такие как общество, как мы можем здесь говорить об адекватности нашей модели и тем более строить прогнозы количественные при помощи описания и так далее? Очень распространенная, я бы сказал, классическая позиция современной российской гуманитаристики, такова агностицизма 21 века. Полагается, что если человек, имеющий волю на грани каприза, не предсказуем, утром Борис Николаевич там не добрал немножко, настроение испортилось в предыдущем политическом периоде, и что-то пошло другим образом. Во-первых, во-вторых, 143 миллиона людей, каждый из которых себе на уме там что-то... Как же это все можно смоделировать? Значит, первое, ровно так же, как моделируется температура вот этого куска воздуха, где миллиарды молекул, и каждый куда хочет туда и пляшет. Это методы, которые в статистических ансамблях выводят детерминированные характеристики этих объектов. Это совершенно физичная верифицируемая вещь, которая отражает законы поведения вот таких статистически наполненных объектов. Я вам две цифры сейчас приведу, просто для иллюстрации. В кубике вот этого воздуха 10-19 степени вот этих субъектов, молекул, куда хотят, туда летят. Каждый из них состоит из нескольких атомов. У каждого атома там есть энергетические, электронные, колебательные и прочие вращательные состояния, которые еще несколько порядков, степеней свободы добавляют. И это все описано. И это работает. На этом основании построены атомные электростанции, тепловые приборы там и тому подобное. Наше общество всего 10-6. Даже если добавить 4 порядка на сумасбродность, еще чего-нибудь, система социальная, она не абсолютно, не фатально более сложная и непредсказуемая, как любой другой объект нашего мироздания. Надо преодолеть болезнь, боязнь, барьера между гуманитарным предметом и методами естественно-научными, что является сейчас вот такой вот фронтирной линией в современной науке. Американцы в своем комплексе, эти институты, Рэнд Корпорейшн, там Четтем Хаус, еще 2000 цинктенков преодолевают этот барьер. Вот там были ссылки на Турчина и прочих американских исследователей. Они в состоянии управлять миром, они в состоянии делать оранжевые революции. А когда у нас только один индекс инфляции в глаза у государственной власти, вот мы катимся туда, куда катимся. Поэтому если четко ответить на ваш вопрос, то современное научное совмещение, такое синергетическое, и обмен предметом ведения науки, социальный и гуманитарный предмет, и методы, общий универсальный метод науки, они из этого тупика, в общем, дают выход. Достаточно проверяемый и надежный. Спасибо, друзья. Мы переходим к работе секций. Значит, первая секция здесь, остальные по программе. Не здесь, в кинозале, да? Сейчас я еще раз скажу.